Два десятка человек несли по шлаковой тропе сверток длиной почти 30 метров и весом 80 килограммов. Огромный российский флаг нужно было переместить от лагеря у подножия Вачинского вулкана до места на склоне, где была возможность развернуть полотнище площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Флаг путешествует по миру и стране и, наконец, добрался до Камчатки. Новую точку акции, все стихии и день события выбрали с особым умыслом. В первую очередь это не простой день, а день вулканов сегодня празднует. И очень много людей идет на восхождение, на рекорд. И в нашей стране очень много замечательных праздников, о которых, на самом деле, как ни печально, очень мало людей знает, даже россиян. И хотелось бы, чтобы о таких праздниках знало как можно больше людей. И присоединялось, приезжало, и наш туризм развивался, потому что настолько красивых краев, как Камчатка, мало в мире. А Вачинский вулкан символизирует в этой акции стихию огня. До Камчатки флаг уже разворачивали на земле в Москве, на замерзших водах Байкала и на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Поднимали на двух воздушных шарах в окрестностях Звенигорода. Таким образом, в списке уже все четыре стихии и один полюс. А еще флаг собрал вокруг себя большую компанию ранее незнакомых людей из разных городов. Я однажды просто просматривая сайты, я увидел, нарисован флаг России и Северный полюс. Вот тогда я позвонил Юре и сказал, я готов, мы готовы. И вместе с супругой мы вот с тех пор неразрывно себя связываем с флагом. Эта акция действительно говорит о том, что мы россияне, мы любим Россию, мы любим и гордимся тем, что мы живем в нашей стране. Мы его разворачиваем, чтобы у всех появилось чувство гордости и патриотизма за нашу невероятно необъятную, огромную страну, что мы вот тут на Авачинском вулкане, на краю земли, что это наша территория. И чтобы все вот это прочувствовали на фоне вот таких невероятных красот, на фоне сопок вулканов, на фоне снега в августе. На Камчатке участники акции также нашли поддержку со стороны сотрудников агентства по туризму края, МЧС, волонтеров, которые помогли сориентироваться в особенностях рельефа и климата. Самое главное место, высота. Я им объяснял, что погодные условия тут бывают жесткие. Снег, ветер. И как бы они не верили, на самом деле, что может быть так все плохо. Но ничего, говорили, все решили. Вот так вот все получилось, молодцы. Когда флаг уже развернули, начали присоединяться и туристы, которые поднимались по тропе на вулкан. Немного подержать огромное полотнище, которое раздувал сильный ветер, могли даже самые маленькие участники восхождения. Папа мне сказал подержать. Вы мимо шли? Да. И вам просто предложили подержать огромный флаг России? Да. Тяжело держать? Нет. Видеозапись акции послужит для фиксации российского рекорда. Самый большой флаг на склоне действующего вулкана. От Авачинского сверток отправили на другую площадку праздника, у подножия Козельского. Там акцию повторили, и к ней присоединился глава региона. Поддержать уникальный флаг предложили и другим гостям Дня вулкана. После Камчатки последним пунктом акции «Все стихии» станет Южный полюс. Государственный символ России развернут в Антарктике.